Сегодня же на сессии окружного собрания депутатов прокурор округа Николай Егоров представил доклад о состоянии законности и правопорядка на территории региона за 9 месяцев текущего года. Важнейшим направлением работы органов прокуратуры является надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Благодаря реализованному прокуратурой в 2017 году комплексу мер в текущем периоде отмечается снижение количества допускаемых нарушений антикоррупционного законодательства. Отмечается рост нарушений, допущенных руководством федеральных и окружных учреждений предприятий при осуществлении закупки. Речь идет об осуществлении закупок с юридическими лицами, включенными в реестр недобросовестных поставщиков, допустивших коррупционное правонарушение. Как и прежде, в зоне особого внимания продолжали оставаться вопросы соблюдения прав граждан в социальной сфере, на которую приходится почти половина от общего числа выявленных нарушений. Принятыми во взаимодействии с органами государственной власти мерами реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере более 22 миллионов рублей. Это 118 работников различных организаций, среди которых и акционерное общество «Наринварстрой». Совместно с прокуратурами соседних регионов в настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению прав работников иных организаций. По словам Николая Егорова, серьезная озабоченность вызывают итоги проведенных в текущем году проверок в традиционной для нашего региона отрасли хозяйствования оленеводстве, которые показали, что сельскохозяйственные кооперативы зачастую не могут самостоятельно решать накопившиеся финансовые проблемы, что приводит к нарушению прав оленеводов на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. В этой связи прокуратура НАУ предлагает пересмотреть оказываемые им меры государственной поддержки, в том числе закрепить в окружном бюджете возможность авансирования предоставляемых им субсидий, по аналогии, как в настоящее время это предусмотрено для потребительской кооперации. Важным направлением прокурорского надзора продолжает оставаться доступность для населения региона медицинской помощи, ее своевременность и качество. Принятыми мерами прокурорского реагирования восстанавливались права граждан на получение лекарственных средств, средств первой медицинской помощи, в медицинские учреждения поставлялась необходимая техника, обеспечиваясь введением эксплуатации простающего длительное время дорогостоящего оборудования. Восстановлены права более 200 граждан на проведение различных лабораторных исследований. При этом хочу обратить внимание органов власти округа на необходимость решения проблемы ненадлежащего состояния зданий и помещений учреждений здравоохранения, в особенности в сельской местности, их несоответствия к современным требованиям. При осуществлении надзора за исполнением законодательства в социальной сфере не оставлено без внимания вопросы соблюдения прав социально незащищенных категорий граждан, в особенности пенсионеров и инвалидов. В судебном порядке были восстановлены права более 100 пенсионеров на получение ежемесячных социальных выплат. Не теряют своей социальной актуальности вопросы соблюдения прав граждан в жилищной сфере. Не искорены нарушения при признании жилищного фонда ветхим аварийным, установленных сроков расселения граждан из такого жилищного фонда. Есть практика перенесения, принятия решений на длительные сроки. Не способствует обеспечению законности в данной сфере эффективность реализации государственных программ, направленных на переселение граждан, в том числе из аварийного фонда. По итогам 2017 года программа переселения в полном объеме не исполнена, и такие же опасения имеются в 2018 году. Не до конца решенными до настоящего времени в регионе остаются вопросы завершения строительства социально значимых объектов, долгостроев, среди которых школы, детские сады, спортивные и иные сооружения. По фактам допущенных нарушений правоохранительными органами, в отношении недобросовестных заказчиков и подрядчиков возбуждались уголовные дела, принимались иные меры реагирования, принимались меры к возмещению причиненного ущерба. Не теряется актуальность вопрос обеспечения экологической безопасности на территории округа. По мерам прокурорского реагирования ликвидировано более 10 объектов несанкционированного развещения отходов, продолжена работа по очистке береговой полосы реки Печора, отброшенных плат средств металлолома. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования органами государственной власти активизирована работа по установлению границ зон подтопления населенных пунктов региона, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов общего пользования. Обозначу из экологических наиболее важных для региона вопросов требующие незамедлительного решения, финансирования, это организация деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, строительство нового полигона для размещения твердых коммунальных отходов в городе Наринмаре, ликвидация несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, ликвидация накопленного экологического ущерба на землях сельскохозяйственного назначения и побережья, и обеспечение населения округа питьевой водой надлежащего качества. В округе нерешенными остаются проблемы в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, связанные с защитой материнства и детства, профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Из всех моментов хотел бы отметить два. На сегодняшний день не реализовано право на получение жилья у 113 детей-сирот, в связи с чем депутатскому корпусу по принятию бюджета 2019 года особое внимание, необходимое уделить финансированию окружной программы, обеспечению доступным комфортным жильем граждан, проживающих в Ненецком автономном округе, в части строительства или приобретения жилых помещений для детей-сирот. Эту проблему обозначила и комиссия Генеральной прокуратуры, которая работала у нас. Не менее важным для округа остается вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. По состоянию на 1 октября текущего года на очереди в целях получения земельного участка в Наринмаре и поселке Искателей стоят 445 многодетных семей. При этом введение такой меры, как предоставление компенсации взамен земельного участка, не позволяет изменить ситуацию в лучшую сторону. Там из свыше 300 очередников, из 17 только получили, и будет ли выполнена задача улучшения жилищных условий многодетных семей, еще под вопросом. В этой связи со стороны органов власти должны быть предприняты все меры, направленные на соблюдение прав указанной категории граждан. Актуальным для нашего округа остается вопрос профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам 9 месяцев текущего года наблюдается рост подростковой преступности на 9%, а также рост административных правонарушений, совершаемых подростками, более чем на 20%. Кроме того, увеличилось число преступлений против собственности и против личности, в то же время снизилось количество мошенничества и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов вдвое снизилось количество особо тяжких преступлений. В заключение своего выступления прокурор округа Николай Егоров отметил, что все обозначенные проблемы решаемы, но только при комплексном подходе и слаженной работе всех заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасёк, Телеканал Север.